всем здорово сегодня наконец-таки я вроде бы придумал как подойти к записи видео на тему как писать мелодии многие спрашивали как писать мелодии реально я придумал только один тайт мелодий это пола джи лил тиджей и лил дёрк потому что это максимально сейчас популярный тайп как я считаю что на битстарсе что на саундклике что в ю тубе это поисковый объем у них достаточно большой конкурентность довольно маленькая то есть наличие скилла в написании таких мелодий будет востребовано и даст возможно какие-то плоды в будущем и но так что давайте сейчас попробуем что-нибудь сделать так сначала надо поменять аудио сеттингс а мы все поменяли нам посмотреть вообще звук идет или нет вроде бы на вроде бы идет окей так значит пианино я уже добавил с чего мы начинаем писать мелодию нужно выбрать тональность что такое тональность тональность это нота это нужно выбрать ноту одну которая но то которую ты будешь играть в любом моменте бита и она будет звучать и не выделяться будет звучать вместе битом не будет выделяться я не знаю как это объяснить но нужно выбрать короче первую ноту от которой ты еще что эти звучат или нет резучие там не знаю то есть я обычно пишу на ноте ля то есть для это а дары мифа соль я си опять до 8 ступень я начинаю строить 0 потому что минорные аккорды мне удобнее строить именно в этой тональности тональность ля минор после того как я построил аккорды я конвертирую весь паттерн пианино в аудио дорожку и уже дальше с помощью питча выбираю другую тональность которая звучит как-то более разнообразным то есть не звучит как какой-то кусок но вы поняли давайте начнем строить то есть вот я выбрал ля допустим я выбрал ля что такое трезвучие трезвучие это три ноты которые расположены друг за другом по терции что такое терция терция это три полутона то есть 1 2 3 для вот так вот это расположено вот так то есть пробуем звучит минорно грустно хочется плакать хочется умереть ты ловишь депрессняк значит обид лилдерка уже уже я не готовлюсь чуваки заранее все на импровизации я просто сидел 10 минут назад стрел тупые видосы на ю тубе сейчас решил записать видео для подписчиков так что не судите строго вот мы построили аккорд то есть разница между каждым ступенью три полутона вот то есть это ля какую я заметил последовательность в лилдеркта битах то есть начало я туда вот или хобби пемы брать давайте уберем к не быстро бипе у него часто очень быстрый бипе мы типа 171 давайте дальше мы как идет дальше у нас мелодия она идет на сколько ступеней раз или нет они пойдут нет это мажор нам такое не на слово не устраивает не устраивает что предлагаю можно сделать вот то есть такая закономерность что после первых аккордов после первых аккордов следующий аккорд третий резко спускается вниз примерно вот если вы писали в ля то пускается до фа если пишете соль то будет опускаться доме ну судя по логике но согласитесь это супер стремно звучит то есть давайте напишем вот вот так вроде бы прикольно дальше это уже касается именно разнообразие добавления живости и прочего то есть мы опускаем нижние ноты каждого своего аккорда на третью на третью октаву дальше средние ноты выбираем я не знаю как все это вот это вставлять сразу всякие жесткие какие-то комбинации там делаю просто так как по-колхозническим или все-таки так сделать давайте еще добавим вот здесь где-нибудь ноты вот эти верхние копируем верхние копируем вставляем их сюда или чего ставим нет охота грустить депрессовать нажимаем дальше все уделяем нажимаем alt s ну типа добавляем реальсически таким путем что когда ты играешь на пианино если вы когда-нибудь играли на фортепиано пианино синтезаторе миди клавиатуре когда вы нажимаете миллисекунды задержки между разницей нажатия другими разными пальцами типа когда вы нажимаете аккорд они по-любому есть это тоже самое примерно мы сейчас делаем фл значит когда мы строили аккорды ну типа вроде нормально но мне как-то не нравятся басы какие-то боги может так нет ладно это удалим создадим еще один такой канал здесь будем писать типа такие переходящие наши то есть между аккордами должна быть какая-то связь и мы все будем писать эту связь то есть это какие-то две-три ноты которые типа спускаются до конца поднимаются там переливаются штука поэтому да вот и ну и и и и и и и и Не, надо вот это еще продолжить, чтобы у нас на девять этих был паттерн, один, и добавить темку, темку одну, второй, все правильно? Ну-ка, почему он такой тихий? Ну-ка, почему он такой тихий? Если вниз последовательность, это звучало вообще офигительно, сейчас попробуем. Вот так вот сделаешь, смотри, что получится. Музыка 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 из-за того, что это стандартный фулкейс. Это... Если скажете, что это херня, то я с вами полностью соглашусь. Значит, делаем вот, consolidate from track start. Оно у нас превращается в аудиодорожку. Здесь мы вместо resample нажимаем stretch. И вот наш pitch. Что значит... Вот смотрите в этот угол, вот в этот. В левый верхний угол. То есть вот наш pitch на нуле. Минус 100. Что это означает? Это означает, что весь наш луп, который строился на ля, минус 100 будет на соль диез. И каждая сотня это полутон. Значит, самая нижняя нота у нас это до. А, нет, не то. Вот. Самая нижняя нота у нас фа. Насколько я знаю, все ваншоты баса, то есть 808-го, ниже до звучат как полное дерьмище. И я советую нижней нотой ставить до. Не ниже. Потому что если ниже поставить, то будет звучать убого. Реально убого. вас назовут колхозником, скажут, бас пердит и прочее. Нам такого не нужно, мы здесь занимаемся более-менее не извращением музыки, а качественным созданием ее. значит, нижняя нота фа, значит, нам можно опустить на раз, два, три, четыре, пять. На 500 только можно опустить максимум. Давайте опустим на 400. Наш луп. Стретч, минус 100, минус 200, минус 300, минус 400. Как это будет звучать? Давайте слушаем. Нет, давайте сначала включим, как было. Вот как было. Давайте минус 400. Вдарим. Ну, как по мне, по-моему, прикольно. Сейчас, знаете, сижу радуюсь тому, что параллельно с тем, как я снимаю видео, я пишу бит для битстарса. То есть, для меня это вечная проблема. Типа, перебороть себя, сесть и целенаправленно писать биты. То есть, у меня это иногда бывает, чаще всего бывает спонтанно. А теперь я снимаю видео, параллельно вроде бы неплохой бит получается. Ну, вроде бы. И я его там разноображу, как-то добавлю чего-нибудь. В принципе, я могу с вами написать, что я сейчас собираюсь сделать. Ну, аркаду добавлю. То есть, мы уже знаем, что тональность была ля минор. А. Значит, буква А. Ля это А. Наша тональность была А. Мы опустили на 400. То есть, опустили на 4 полутона. Это значит, что у нас было ля, соль диез, соль, фа диез. То есть, мы сейчас на фа диезе, по-моему, да? Ну, давайте откроем еще раз. Вот. 100, 200, 300, 400. А, мы сейчас на фа. Просто на фа. Окей. Мы сейчас на фа. Давайте еще опустим на 100. Вот, минус 500. Это максимум, ниже которого у нас с басом будут, конечно, жесткие проблемы. пианино. Пианино я потом поменяю. Я пользуюсь пианино, беру в аналог Lab 5. Просто, я думаю, что у меня сейчас компр просто опять полетит, потому что параллельно еще видео записываю. Слушайте, напишите в комментариях вообще, как вам микрофон, слышно на меня хорошо или плохо, и все ли вас устраивает. Какие недочеты есть? Типа, комментариев вообще мало. Все пишут там какую-нибудь фигню. Или вообще никто ничего не пишет. Значит, можете писать мне в Instagram по всем интересующим вопросам, с предложениями для будущих видеороликов и прочим. Вот видите, аналог Lab просто убивает мой компьютер. Компьютер. Будет прикольно, если сейчас все еще и вылетит. Все. Все перестало крутиться, это GV. Но если вы досмотрели до этого видео, то вы просто красавчики. Точнее, не до этого видео, а до этой минуты видео. Потому что, сколько я это уже снимаю? Наверное, полчаса. Так. Обычно какой пианино выбираю? Вот концерт. по-моему. Вроде бы. Или American Classic. реверба мало. То есть, смотрите, совершенно по-другому будет звучать. Или здесь как звучало. Более как-то элегантно. видите, начинается уже вот это вот. Поэтому пока что я буду писать здесь. И потом, когда у нас что-нибудь уже получится. дальше, дальше, что я собираюсь добавить? Собираюсь добавить, естественно, Vox. Vox. Это просто... Выбор Vox'ов это просто отдельная история для видео. Потому что я выбирать могу их без прикола. Без прикола часами могу их выбирать. То есть, я просто открою Alliance. Открою Distant Voice. Их могу выбирать. Час сидеть. Потом мне ничего не понравится. В Vox'ов захожу. Что-то там не нравится. Захожу в Hook. И это просто может продолжаться реально несколько часов. Пока мне это не понравится. Мы транспонировали весь наш луп в тональность Fa-минор. О! Новый, кстати, пак вышел. Сейчас мы его и забабахаем. Пофиг вообще, что там. Я уже по-всякому ставлю здесь вот сортировку. То есть, New Old по дефолту стоит. Я ставлю там по алфавиту, по другому. По алфавиту обратно. От старых к новым. Просто, чтобы какие-то разнообразные уже боксы поставлять. Сейчас послушаем, что за новый и это добавим. Да. Ладно. Смотрите, опять опередит. Тональность какая? Fa-минор. Ой, это мажор. Fa-минор, F-минор. Все. Значит, что мы сейчас делаем? Играет музыка. Ну, давайте включим это и просто хотя бы послушаем, что у нас получается. То ли вообще не подставили, может, мы что-то перепутали. Или я перепутал. Понятно. Всем пока. А мы же 500 опустили все-таки, да? Значит, надо выбрать там было Fa-минор, значит, сейчас Mi-минор. Да? Я правильно считаю? У меня все ку-куха поехала уже. Не, это походу сам воншот такой. Честно говоря, херня какая-то. Согласитесь. Ну, короче, мелодию я вас писать научил. Более-менее. Это что-то похоже на LLTG и кого-то там. Какого-то другого знаете кого. Ну, все. Всем пока. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что досмотрели его. Если такие вообще есть. так, куда нажимать. куда нажимать. Продолжение следует...